Легкий мороз, припорошенные снегом ели, вкусно согревающий кофе в дороге, в плюс 6 купание в Телецком, памятное фото на берегу алтайской жемчужины и мечты, бесконечные мечты рядом с бурлящими потоками красавицы Бии. Путешествие по зимнему горному Алтаю выдалось сказочным, но обо всем по порядку. Ребузак собран, последние приготовления к трехдневному путешествию по снежному Алтаю завершены. У тебя будет много чего интересного, это и республиканский музей, где хранится алтайская принцесса, и знаменитые сростинские пироги, и, конечно же, жемчужина Алтая, озеро Телецкое. Сопровождать меня будут два знаменитых блогера Алтайского края, это Евгений Петенев и Александр Чебутарев. Привет! Привет, привет! Как настроение? Настроение отличное. Не замерзли? Да, немножечко есть, но мы готовы отогреться и путь. Ну все, давайте на наш дорожку. Идти у него. Чтобы всегда быть на связи с родственниками и без каких-либо проблем общаться с ними в мессенджерах, в поездке, наша съемочная группа будет использовать оператора Теледва. Заодно и проверим, насколько мобильный интернет хорошо ловит дороги. Вот первая остановочка. Наши путники засиделись. Сейчас пойдут взбодриться. В кофейку и дальше в путь. Крепкий эспрессо, терпкий американо, легкий латте. Кофейный аромат доносится сразу, как только переступаем порог мини-маркета. Пока водители заправляют машину, мы неторопливо пьем кофе, общаемся и окончательно просыпаемся. Бодрости становится больше. Едем дальше. Впереди почти 400 километров. Музей Чуйского тракта. Старая часть Наукограда. Сквозь ворота Алтая мчимся дальше. Проголодались. Пробуем знаменитые вийские чебуреки-великаны. Как шоуму сворачиваем. Подкрепились, отправляемся дальше. Немного засиделись, выходим размяться, а заодно и посмотреть, сколько осталось ехать до Горноалтайска. Не могу понять, что за место. Связи нет. У меня связь есть. 92 километра. А что за связь? Теледва. Ехать не так долго, но не остановиться в прославленных сростках никак нельзя. Обязательная остановка по пути в Горноалтай – это, конечно же, сростки. И с года в год, в любое время года здесь множество путешественников. Выходит из своих машин и привыком к прилавкам за вкуснятиной. И я не исключение. Посоветуйте какую-нибудь вкуснятину сегодняшнюю, может быть, свеженькое что-нибудь. У нас все свеженькое, все горяченькое. Вот, ну, если вы очень хотите попробовать наши фирменные блюда – драники, курники. Берем курники. Цены, конечно, кусаются, но вкусно, вопреки кривотолкам, по-прежнему. Люди уже не первый год жалуются на низкое качество сростенских пирогов. Увы, это признают и сами пекари. Говорят, долгое время продавали пирожки не первой свежести. Но с мая этого года такие фокусы грозят увольнением. Валя, ну как наш курник? Понравился? Очень вкусный, главное, сочный. Спасибо. Надо девочкам передам. Едем дальше, общаемся, слушаем музыку онлайн. Благо Теледва позволяет. Чего, мы же музыку включили, то у меня что-то не ловят. Давай послушаем, у меня ловит. И вот мы уже на перекрестке миров республики Алтай. Именно здесь на протяжении многих тысячелетий встречались разные народы, многие из которых уже перестали существовать. К примеру, белая госпожа, принцесса Укока, жившая две с половиной тысячи лет назад. Ее тело сегодня хранится в Национальном музее Горно-Алтайска. Заглянуть в саркофаг не посчастливилось. Мумия на обработке. Обрабатываются специальными растворами, точно такими же, как и обрабатываются тела других мумий в мире, в частности, Владимира Ильича Ленина. В саркофаге установлено специальное оборудование, климат-контроль. Так что... Сколько еще будет храниться времени? Есть какой-то предел? Предела времени нет. Даже если начнется ядерная война, мы ее спасем. Местные жители считают принцессу Укока своей прародительницей и покровительницей, защищающей их от зла. Научные сотрудники называют принцессу Укока «наша женщина». С ней связано множество поверьей. Например, то, что коронавирус обрушился на Алтайскую землю в самую последнюю очередь одной из них. Алтайцы уверены, что именно их женщина защитила их. Камни – полезные, ископаемые древний человек, его культура и обычаи. Знаменитые полотна алтайских художников, палеонтологические коллекции, фонд Национального музея имени Анохина насчитывает десятки тысяч уникальных экспонатов. Самые уникальные – это череп перблюда, шерстистые носороги, которые обитали у нас до ледникового периода. Это мамонты, мы видим. До темна успеваем подняться высоко, туда, где полюбоваться горно-алтайско можно с высоты птичьего полета, с горы Тугая. Кстати, интернет здесь быстрый. В считанные секунды панорамным видом можно поделиться с друзьями. В конце августа Теледва запустила в республике Алтай связь и быстрый интернет. Кстати, это одна из первых в России сотовых сетей, которая проектировалась и строилась сразу для быстрого интернета. Здесь мы для того, чтобы измерить скорость интернета Теледва. Для этого используем специальную программу. Начинаем? Стрелка скорости резко взлетает вверх. Показатель 82 из 100. Скорость мобильного интернета идеальная. Это при том, что мы находимся на высоте 640 метров. Теледва всегда и везде. Дает возможность общаться с друзьями в социальных сетях и делиться с ними красотой. Где-то за 100 километров до Телецкого начинается серпантин. По обе стороны гигантские ели. Гор почти не видно. Останавливаемся в 4 километрах от Телецкого озера на берегу заснеженной Бии. В парке-отеле Бия-Заповедное. Ужинаем и скорее спать. Просыпаемся рано не от шумных городских дорог, а от свежего горного воздуха. Запаха кедра. Пьем чай. Беседуем. Здесь такое место, где брать в руки телефон хочется лишь для того, чтобы запечатлеть первозданную природу и показать ее вам. Парку-отелю Бия-Заповедное 10 лет. Домик теплый, хорошо отапливается, комфортно и уютно в любое время года. Разом можно разместить до 20 гостей. Но спрос настолько высок, что хозяева приняли решение расширяться. И новые кедровые домики будут вмещать еще порядка 15 человек. То есть это будут три новых дома, которые будут от трех до пяти гостей, возможно, будет размещение. Плюс у нас сейчас идет активное строительство бани, где будет мангальная зона замечательная, где будет бассейн, где панорамный второй этаж, который тоже будет для возможно будет проживать гости. И, соответственно, сам банный комплекс немного модернизируется, скажем так. А летом на территории базы заработает бассейн. Искупаться смогут как малыши, так и взрослые. В декабре еще осталось немного мест. Спрос большой, успевайте бронировать. Бронь открыта и на летний сезон. Хозяева парка предлагают гостям бонус – 15-процентную скидку или день проживания в подарок. Десять минут в пути от базы, и мы уже в Артебаше. Останавливаемся, вдыхаем свежий воздух, любуемся Телецким. Александр Чеботарев и Евгений Петенев видят жемчужину Алтая впервые. Потрясающий вид. Горы, озеро, река Бия, которая вытекает из этого озера. Это неописуемое, неописуемое зрелище, которое есть в Артебаше, в Орном Алтае. Много лет экскурсоводы рассказывают туристам одну и ту же байку, что на дне Телецкого озера, а это на минуточку 300 метров глубины, находятся утопленники, причем стоят они стоя во весь рост и выглядят как живые. Но ученые над этой байкой посмеиваются. Эту страшную легенду специально рассказывают туристам, чтобы надевали спасательные жилеты, катаясь на катере. Еще пару минут на фото и едем заправляться. Планов на сегодня еще много. Объехать окрестность Телецкого, посетить зоопарк и окунуться в озеро. А топливо в машине заканчивается. Даже в одном из отдаленных уголков республики Алтай, в селе Артыбаш, заправить машину и согреться ароматным кофе не составляет никакого труда. Здесь находится одна из автозаправок сети Салекс. Особенность заправки в том, что даже за сотни километров от мегаполиса вас обслужат быстро и качественно. Вообще пару раз заправлялся, сейчас вот третий раз. Ну, бензин хороший, проблем не было с топливом. Кроме того, на Салексе есть мини-маркет, где можно приобрести автомасла, продукты и другие необходимые мелочи в дорогу. И, конечно же, кофе. Напоминаем, что на Салексе при покупке кофе в утренние часы также действует приятный бонус – скидка 30%. Греемся и едем дальше. Следующая остановка вновь на Телецком. Александр Чеботарев решается на мини-заплыв. Благо, говорит, подготовка позволяет. Я уже второй год занимаюсь закаливанием, поэтому рекомендую сначала принимать контрастный душ, ну, а потом, соответственно, переходить вот в соседнюю воду. Честно говоря, ожидал, что будет дно намного лучше. По телу такие мурашки, прям кожа, видите? А так, на самом деле, хорошо, мне очень нравится. Я давно этим занимаюсь и всем рекомендую заниматься. Зоопарк на Телецком в обязательном списке посещений. До заката успеваем познакомиться с леопардами, тиграми, енотами и даже волкособами. А вот и тот самый пес Дик, который рискнул зайти в клетку к хищнице. Я считаю, что это очень смелый пес, потому что зайти в клетку к волчице и выполнить свою мужскую миссию осмелится не каждый. А это проказница Глаша, любимица посетителей. В зоопарке под открытым небом гуляли дольше запланированного, здесь же встретили закат. Вечером ароматный чай и фирменное блюдо от нашего виртуоза, шеф-повара Евгения Пятенева. А утром снова в путь, домой и любование невероятными пейзажами горного Алтая. Валентина Аскирова, Николай Шилко. Специально для телеканала Толк.